медиокр 30 рублей марго ты считаешься мизантропом я отсылаю тебя к термину мудрость которому я когда-то давным-давно выдал определение что мудрость она заключается в борьбе собственной мизантропии нет мизантропии нет мудрости но если с мизантропии не бороться то мудрости тоже нет таким образом там такие логические отношения собственно считаю ли я себя мизантропом да я стараюсь мизантропии бороться в этом заключается ну не в этом заключается моя мудрость а в этом заключается мои попытки быть мудрым пример мизантропа который не борется со своими за тропе это не взоров я не знаю не взор может быть там актер просто да то есть на мизантроп который не борется со своими за тропе это ну вот у нас есть как общий знакомый как в казани живет очень всех ненавидят а так был бы мудрым был бы мудр если постарался как бы про протянуть руку окружающим серьезно та же проблема у рома механика мудрость моей точки зрения вообще не связано со знаниями и способностью строить логически победил мизантропия жмелевский скорее всего да как мне кажется но это знаешь это это как бы я свечку ты не держал кто кого кто чё там победил я думаю что он ее ёбнул мизантропия вместе вместе с чем нет еще покрепче чего у тебя появилась мизантропия в чем механизм объясни плиз ну как появляется мизантропия сидишь на стриме тебе пишут привет я тебя узнал я твой одноклассник блять узнал тебя по твоему физическому бреду помнишь как мы всем классом на салите в кружку но не короче мизантропия она как появляется ты либо огораживаешь себя от людей которых считаешь ну допустим тупее значит либо ты не огораживаешь себя от этих людей когда ты не огораживаешь себя от этих людей твой уровень начинает снижаться потому что когда ты общаешься с неумными людьми ты начинаешь ожидать от всех людей примерно такого же хода мысли как и от ну тип не очень умных людей принципе это плохо это ржавчина души то есть такого тоже надлежит избегать поэтому мизантропия она в принципе важна но если избегать общение с людьми которые как бы глупее тебя ты сталкиваешься с проблемой во первых значит где проходят границы где они там глупее где они не глупее граница размытая очень сильно ситуативная даже больше вам скажу значит это первый момент второй момент даже если бы она была вообще абсолютно ригидная жесткая граница просто вот хуяк ступил за нее и все все уже долбоеба вступил обратно на академия наука значит даже если бы такая эта граница была то все равно не можешь не общаться с людьми которые тупее тебя ты не можешь избегать всегда с ними общение невозможно поэтому так или иначе надо балансировать вот мизантропия она появляется когда человек начинает понимать что либо он умен относительно окружающих людей либо у него какие-то моральные установки лучше либо он там заповедям пиздачи следует такая чонова по тому или иному критерию непреодолимо лучше окружающего людей иногда это может быть так зачастую это так но просто проблема в том что это не полезно это не всегда полезная точка зрения мне очень нравится позиция или николаевич храброва в отношении вот мизантропия николаевич храбров общается со всеми людьми включая тех кто глупее него то есть со всеми людьми буквально но проблема в том что он их иногда пиздит как бы при этом ногами вот то есть он общается как бы говорит им про диалектику и хуяк пиздак тебе на год ногой или рукой уебывает параллельно между как бы там тезисом антитезисом и синтезом вот это подлинная балансировка на грани между общением и не общением как бы с менее добродетельными людьми вот деньги мне плати платье деньги мне плати платье деньги мне плати платье не жрать не чего и это плаES ты